Большое спасибо, что вы меня пригласили на эту конференцию. Я ограничу сегодня себя вопросами, связанными с гипертонией, которая применяется для случаев рака молочной железы и шейки матки, потому что мои коллеги будут говорить о других направлениях, областях применения несколько позже. Так, рак груди и рак шейки матки. Что касается рака груди, я бы хотела поговорить о повреждениях, гипертермии и о тех видах рака, о тех случаях, которые рецидивируют уже после курса радиотерапии. Если появляется рецидив в подобной ситуации, естественно, это связано с проблемами. Это боль, это изъязвление, это кровотечение, это плохой запах, и пациент видит прямо у себя под носом, что называется, растущую опухоль. Системное лечение обычно оказывается неэффективным из-за появления рубцов, из-за того, что зачастую применяется недостаточная радиотерапия, в частности, такая радиотерапия низких доз не дает ожидаемого результата, на который надеются. Мы доказали, что гипертермия действительно при добавлении к радиотерапии, в таких случаях рецидивирующего рака дает эффект. Пять исследований как раз занимались эффектами гипертермии, в таких случаях раков, в комбинированном применении, при рецидивах. Какие пациенты включали? Включали, естественно, рецидивирующие пациенты с раком молочной железы после уже имевшей место ранее радиотерапии. Они уже получали низкодозовые сеансы. Первичное вот здесь показано как раз лечение радиотерапии. И были группы, которые получали высокодозную терапию. И вот эти комбинированные исследования как раз показывают, что гипертерапия дает эффект. В частности, это показывает контроль локальный. Вы можете видеть, по крайней мере, разницу в годах наблюдения. Эту разницу показали годы наблюдения. Самые хорошие результаты мы видим, когда гипертермия добавляется к повторным сеансам радиотерапии. Это было доказано в двух исследованиях. И одно из исследований – это ЭСХО, где схема облучения Эйд на 4 ГРЭИ 4 недели применялась. Полный ответ вырос с 39 до 7,79%. Эта разница поддерживалась весь период последующего наблюдения. Мы видели, что она остается таковой. Такая же разница наблюдалась при обзорах и метаанализах эффекта гипертермии, когда эта процедура добавлялась, это лечение добавлялось к радиотерапии в случае рака груди. Большое количество исследований. Первое в 1977 году было опубликовано, его результаты. И большинство исследований только смотрели на повторное облучение плюс гипертермия, на эти эффекты. Но эффекты повторной радиотерапии также отдельно в некоторых сами по себе оценивались. И в этом обзоре мы увидели увеличение вдвое уровня полного ответа. Несколько систем доступны для применения аппликаций гипертермии, поверхностной в частности. Вот некоторые приборы, главные характеристики системы. Энергия микроволны направлена, идет в одном направлении. В Роттердаме мы лечили и таких пациентов, начиная с 1976-1977 года приблизительно, а более постоянно с 1979 года. Мы наблюдали приход, если можно так сказать, изменений в графике таких облучений, таких лечений, точнее, менялось оборудование изменений, менялись определения цели и объема этой цели при гипертермии. Начиная с 1996 года, мы используем то же самое расписание, график два раза в неделю, плюс радиолечение. Вы видите, что четыре ГРЭД дважды в неделю, восемь фракций, четыре гипертермии по одному часу, Lucidcon application, applicators. И мы оценили 446 пациентов, пролеченных с 1996 по 2011 год. И мы недавно оценили результаты на более чем 400 пациенток, которые за вот этот период были пролечены. Более 15 лет. Вот вы видите, эта система построена в Роттердаме. Шесть аппликаторов можно одновременно использовать в этой системе. Мы можем обработать зону 20 на 30 квадратных сантиметров. Можем уходить на 4 сантиметра в глубину. И во время лечения используется программа. Вот вы видите, как следит за температурой, ее оценивает. Распределение температуры под контролем. И энергия, подача энергии в аппликатор также находится под контролем. Вот результаты. Прежде всего, у пациентов, которые после резекции прошли лечение. Это опять же случай рецидивирующего рака грудной груди. И приблизительно половина пациентов прошли РО-резекцию. И половина пациентов была одна резекция. РО-1, простите. Очень хорошие показатели по локальному контролю. Через 10-20 лет наблюдения. Те, кого лечили от нерезиктабельного рака груди, вы видите 70% полный ответ. Местный локальный контроль поддерживается у половины пациентов более чем иногда 6 лет, ну в общем 5 лет в среднем. Мы ожидали, что это лечение в основном в палеотипных целях будет применяться, то есть будет локальные проблемы разрешать. Но мы с удовольствием и с удивлением обнаружили, что у пациентов также увеличивался прогноз в смысле их выживаемости. Через 10-36% пациентов, которые лечились от субклинического заболевания в связи с этим, и пациенты, у которых были нерезиктабельные заболевания, через 10 лет 10% из них все равно еще были живы. Также мы еще кое-что узнали, наблюдая пациентов. Следующее, что токсичность, есть токсичность в связи с хипертермией, растет с повышением температуры на поверхности тела. Не всегда возможно избежать токсичности, потому что важна чувствительность пациентов к высоким температурам. Но для того, чтобы поддерживать эту температуру ниже 40, нужно, конечно, большой опыт, но это снижает очень значительный риск такой токсичности при применении гипертермии. Еще цель нашего анализа, насколько безопасно использовать, было такую гипертермию для пациентов, которые уже перенесли трансплантацию кожных лоскутов. И опять же, ситуации могут быть разные после резекции пациентка, и в этой области потом развивается рецидив. И вот что мы обнаружили, что результаты сходны с результатами у пациентов, которые не имели транспланта. Полный ответ 80% в уровне, локальный контроль 69% через 5 лет. И острая токсичность в связи гипертермии сходная такая же, как и у других пациентов других групп. Мы еще анализировали кое-что. Продолжительность интервала между радиотерапией и применением гипертермии. Будет ли какая-то разница в зависимости от изменения этого интервала? Три центра, где применяют гипертермию в Нидерландах. Пациенты приезжали из других городов, например, получали радиотерапию в собственном институте, там уже получили, после этого ехали в Роттердам, чтобы получить сеанс гипертермии. Наша страна не очень большая, но три часа нужно потратить, чтобы из Мастрихта доехать, например, до Роттердама. И у этих пациентов с рецидивирующим раком груди мы увидели такие же результаты по локальному контролю и его уровням. Где-то получали наши пациенты радиотерапию в Роттердаме или еще где-то, например. И что мы обнаружили у пациентов с субклиническим заболеванием? Поздняя токсичность третьей-четвертой степени была ниже у пациентов, которые где-то в другом месте, не в Роттердамском центре, получали предыдущий сеанс радиотерапии. Вот это ретроспективная оценка. И мы думаем, что рандомизированные исследования могли бы оказаться очень интересными. Если мы постараемся рассмотреть подробнее, насколько интервал между процедурами влияет на результат, особенно важно в случаях субклинического заболевания, в смысле снижения острой токсичности, это очень важно. Каков идеальный интервал между радиотерапией и гипертермией? Еще одно клиническое показание к применению гипертермии, я уже говорила, это рак шейки матки. Лечение рака шейки матки началось уже давно с помощью гипертермии. Доктор Вестермак начал это проводить в 1898 году. Сегодня у нас есть разное оборудование, у нас есть микроволновое оборудование, энергия микроволновая. И мы можем применять емкостные, радиоактивные подходы, и какие-то выбираются для очень тонких пациентов, очень таких стройных. От этого тоже зависит выбор емкостных, например, емкостного оборудования. Было проведено больше, чем одно исследование по применению гипертермии в случаях рака шейки матки. Также Кохрановский анализ был проведен, эффекты гипертермии для пациентов с раком шейки матки. И результаты в 2010 году были опубликованы. И были показаны очень положительные эффекты гипертермии. И также локальный контроль показал улучшение результатов. Лучшие показатели по выживаемости без заболевания. Общая выживаемость лучше была, это мы увидели через 2-3 года. И одновременно не было повышения острой токсичности и также отложенной токсичности на более поздних этапах. Мы не увидели повышения этих значений. Долговременные результаты были получены по одному из этих исследований. Это исследование по гипертермии нидерландская. Через 12 лет мы по-прежнему видели улучшение в области уровней, которые нам показывал локальный контроль. И также улучшение по данным общей выживаемости. Была проведена работа по усовершенствованию результатов кохрановского анализа, приведения более современной стадии. Это было нужно сделать, поэтому 2 еще исследования были запущены. Интерституциональная гипертермия в одной из исследований была в центре внимания. И эффектов особых не наблюдалось. И, скорее всего, это произошло по той причине, что мы нагревали слишком маленький объем при этой интерституциональной гипертермии. Еще одно исследование исследовало внешнюю гипертермию в период внешней лучевой терапии плюс химиотерапии, и они нашли лучшее количество полных ответов, лучшую выживаемость показала это исследование. И разница здесь была серьезная, очень достоверная при опухолях 3-4 стадии. Еще кое-что мы смогли продемонстрировать не в рамках рандомизированного исследования, но мы просто анализировали пациентов, пролеченных. И вот вы уже слайд этот видели. Вы видите, что здесь у нас более высокая доза гипертермии. И с этой высокой дозы вы получаете лучшее количество локального контроля, лучшее локальное контроль, извините. И было два пути, при помощи которых мы подавали более высокую дозу гипертермии. Это либо дополнительная гипертермия, и вы видите, что здесь большая, хорошая, значимая разница. И второй способ – это постараться более высокую температуру подать пациенту. Для этого нам требуются новые технологии. Я хотела бы также рассказать вам о том, что мы должны делать при гипертермии сейчас. И на самом деле мы используем гипертермию в комбинацию химиотерапии. И было вот такое сообщение от НСИ, Национального института изучения рака в США в 1999 году, после того, как они изучили определенное количество пациентов в комбинации гипертермия и химиотерапии при цервикальном раке у пациенток. Вот была сделана такая публикация. Это на самом деле было оповещение, так скажем, о том, что есть отрицательные стороны этого лечения. Они, извините, нет, они говорили о том, что, значит, в этом сообщении говорилось о том, что существует такой путь лечения. После этого начали запускать подобную комбинацию терапии, но не в Нидерландах. В Нидерландах у нас все еще была химиотерапия, лучевая терапия в качестве стандартов. И мы должны были, тем не менее, описать, хотели рассмотреть, какая же из этих комбинаций все-таки будет давать нам большее преимущество при цервикальном раке. Вот химиотерапия и гипертермия повышают контроль локальной в тазовой области и повышают общую выживаемость. Риск снижения оказывается одинаковым при любой из комбинаций. Но то, что мы не знали, это эффективность гипертермии при лечении маленьких опухолей, маленького размера, потому что эти исследования в основном проводились на более крупных опухолях. И то, что было нам абсолютно непонятно, это эффективность химиотерапии в более крупных опухолях. Затем результаты вот этого мета-анализа были опубликованы в 2008 году, которые показывали, что абсолютная разница в общей выживаемости, то есть абсолютное преимущество при добавлении цисплатина было 7-10% в мелких опухолях, но только 3% в более тяжелых крупных опухолях. В то время как исследования по гипертермии, которые в основном проводились на более крупных опухолях, показывали повышение в общей выживаемости, то есть это статистически значимая разница, 17% в нашем исследовании по гипертермии в Голландии. Итак, вопрос был и вопрос остается открытым, должны ли мы комбинировать радиотерапию, лучевую терапию, химиотерапию с сплотином, с гипертермией. В Манстрихе, в Голландии, в университетской клинике они использовали обе комбинации, до сих пор используют лучевую терапию для мелких опухолей, самых мелких опухолей в качестве моноподхода, затем лучевую терапию цисплатин для мелких и более крупных опухолей и лучевую терапию и гипертермию для очень крупных опухолей. Они проводили ретроспективный анализ результатов по результатам 117 пациентов. И что вы здесь можете увидеть? Вы можете увидеть, что нет никакой разницы в общей выживаемости при всех этих трех комбинациях. И я думаю, что очень важно это то, что комбинация гипертермии и лучевой терапии дает нам похожие результаты в крупных опухолях, как комбинация гипертермии и химиотерапии в мелких. И что они еще сделали? Они сравнили лучевую терапию и гипертермию с лучевой терапией цисплатином для крупных опухолей только. И здесь вы увидите, из-за небольшого количества пациентов, которые были набраны в это исследование, к сожалению, мы не видим статистически значимой разницы. И что еще мы можем сделать в Голландии? Мы можем попробовать провести прямое сравнение лучевой терапии плюс гипертермия и гипертермия с химиотерапией. Вот это были пациенты 2B2A. Здесь брахиотерапия применялась так же, все стандарты терапии применялись у этих пациентов. Пациентов рандомизировали либо в группу гипертермии один раз в неделю, либо цисплатин один раз в неделю. И мы должны были закончить это исследование, потому что недостаточная значимость у нас была, только четверть была набрана от необходимых пациентов, необходимого количества пациентов. Тем не менее, мы не смогли ничего оценить, не смогли оценить и не можем сказать вам, что есть какие-то результаты. Мы не обнаружили никакой значимой разницы между двумя рукавами этого исследования, двумя группами терапевтическими. Вы видите, безрецидивная выживаемость, безсобытийная выживаемость, без локальных выживаемость, без рецидивов в лимфоузлы тазовой области и долгосрочная безрецидивная выживаемость была показана вам. И мы ожидали увидеть лучшие результаты гипертермии в более крупных опухолях и незначительные эффекты в мелких опухолях, но фактически мы не нашли никакой статически значимой разницы между этими двумя рукавами исследования и между более крупными и мелкими опухолями пациента. Итак, что еще мы не обнаружили в ходе этого исследования? Это разница между острой токсичностью в больше третьей степени между двумя рукавами. Вы видите, здесь нет почти что разницы. И если мы будем переходить к выводам, конечно же, мы не можем с вами сделать финальных выводов, потому что у нас недостаточный набор пациентов, недостаточная выборка, и результаты показывают отсутствие какой-либо разницы между этими двумя комбинациями терапии в исходах лечения. Что-то разваливается у меня там. Пультик разваливается. Итак, были и другие изменения в лучевой терапии цервикального рака. Во-первых, это брахиотерапия под визуальным контролем. Это позволяет нам повышать дозу и одновременно с этим получать гораздо больший охват таргетной зоны. И на данный момент это улучшило, конечно же, технику лучевой терапии дает нам лучший локорегиональный контроль, снижает токсичность, но в то же самое время, конечно же, в долгосрочном периоде, возможно, рецидивы. И недавний метаанализ по использованию химиотерапии в цервикальном раке показывает, что если вы добавляете одевантную химиотерапию вместо сопутствующей химиотерапии, то вы получаете гораздо лучшие данные по пятилетней общей выживаемости. Поэтому, если вы думаете о том, что делать с точки зрения гипертермии в цервикальном раке, вы можете химиотерапию применить и гипертермию в разные периоды времени. Мы можем также с лучевой терапией это все комбинировать, вернее, не комбинировать, а использовать друг за другом. И вы можете использовать новые техники лучевой терапии для того, чтобы улучшить распространение. Вы можете использовать полную дозу одевантной химиотерапии, которая гораздо лучше переносится. И поэтому я думаю, что существует место для гипертермии в лечении цервикального рака, тем не менее. Я бы хотела вам показать технический прогресс, то, что у нас есть с точки зрения технического прогресса к гипертермии, особенно если мы говорим о планировании гипертермической терапии. И у меня есть всего несколько слайдов этому посвящено. Но я надеюсь, что я не повторюсь, не буду рассказывать о том, о чем говорили до меня докладчики. Итак, что вы можете здесь сделать с планированием? Во-первых, мы можем рассчитать дистрибуцию энергии. И вы можете использовать ПО для того, чтобы оптимизировать энергию при помощи фазы и амплитуды, то есть установки фазы и амплитуды. Если у вас есть вот такие лучевые системы, да, не ампозитивные, не емкостные, вы можете выбрать пациентов, да, соответственно, отобрать пациентов. Выборка очень важна. И вы можете использовать разные аппликаторы для конкретных пациентов с точки зрения анатомических особенностей. Прошу прощения, нет звука с микрофона докладчика. Итак, вполне возможно, как для поверхностной гипертермии, так и для глубокой гипертермии сделать планирование со всеми расчетами. И таким образом, используя ПО, вы получаете вот такие графики, которые вы, уже, наверное, с которыми вы знакомы, если вы используете лучевую терапию, с дистрибуцией дозы. Таким образом, вы можете гораздо лучше отобрать режим для вашего пациента. Также здесь настройки аппликаторов доступны. Что же мы обнаружили на данный момент в очень нашем небольшом исследовании с этим новым ПО? Если вы будете рассчитывать дистрибуцию, то это действительно дает нам взаимоотношения с расчетной энергией, с дистрибуцией расчетной энергии и логорегиональным контролем. Но это всего лишь предварительные результаты. Мы не можем на них полностью полагаться. Нам нужны более крупные исследования для подтверждения этих данных. Но я думаю, что подобные ПО с расчетными данными дадут нам преимущество на будущее. Итак, то, что касается глубокой гипертермии, возможно также сделать расчет и оптимизировать распределение температуры. Вот в этой ситуации это был рекуррентный рецидив рака прямой кишки. И также во время терапии мы можем использовать этот планировщик, это ПО, для того, чтобы оценить дистрибуцию, действительно ли они соответствуют вашим расчетным величинам. И если возникает какая-то проблема во время сеанса, во время терапии, которая находится, например, в области более высокой дозы, вы можете поменять настройки с тем, чтобы поменять дистрибуцию энергии, дистрибуцию температуры. И вот при помощи использования этого планировщика во время терапии мы получаем более высокие температуры в зоне области, в зоне опухоли, извините. И то, что вы видели до этого, вы получаете лучшие результаты, если у вас выше доза. И эта более высокая доза, ее можно получить при помощи использования планировщика также. Это очень удобный инструмент. Еще один слайд, который показывает вам МРТ, комбинацию гипертермического устройства с МРТ. МРТ позволяет измерять температуру, отслеживать температурные режимы. Мы только получили это оборудование и получаем первый опыт в нашей клинике работы с этим оборудованием. Но, как вы уже видели, профессор Риммерес показал вам это. МРТ-контроль может быть также нам очень полезен. И он показывает вам зоны нагрева. И вы можете опять-таки поменять настройки. После того, как вы увидели эти зоны нагрева, вам не нужно ждать, пока пациент закричит от боли или скажет, что ему жжет. Вы адаптируете настройки сразу до возникновения какой-либо симптоматики у пациентов. Поэтому лечение будет гораздо более успешным и легким для пациента. Итак, что я хотела показать в рамках своей презентации. Если вы будете применять гипертермию в добавлении к лучевой терапии, при рецидиве РМЖ, то вы получаете гораздо лучший локорегиональный контроль. У пациентов улучшается выживаемость, общая выживаемость, долгосрочная выживаемость в течение 10 лет после вмешательства. Вы можете использовать все это весьма безопасно, особенно у пациентов с пересадкой тканей. И если вы применяете гипертермию с длинным интервалом, вы можете снизить позднюю токсичность. И если вы применяете поверхностные температуры, то в этом случае вы также можете, ограничивая температурный режим, и работая с ними, вы можете снизить токсичность при гипертермии. Если вы используете гипертермию с лучевой терапией, радио или химио-лучевой терапией при цервикальном раке, то вы улучшаете безрецидивную общую выживаемость. Но нет эффекта на острую или долгосрочную лучевую токсичность. Тем не менее, есть очень сильный эффект при высоких температурах. То, что мы сейчас с вами наблюдаем, эффект гипертермии, кажется, равен цисплотину при лучевой терапии. То, что мы увидели с точки зрения технического прогресса, он незначительный на данный момент, но уже сегодня он помогает нам модифицировать режимы терапии. И если мы полностью научимся использовать эти ЭТПО, то мы сможем применять очень хорошо контролируемую и возобновляемую высококачественную гипертермию. Спасибо большое за ваше внимание. Продолжение следует...